Сегодня, 27 августа, прошла августовская конференция педагогических коллективов. Каждый год такие конференции были традицией для педагогов. Но в связи с военными действиями в прошлом году провести ее не было возможности. А в этом году конференция возобновила свою работу в канун 1 сентября. Педагоги собрались подвести итоги за 2014-2015 учебные года, а также определить задачи и приоритетные направления развития образования города. На конференции присутствовали глава администрации города Красный Луч Юрий Кондратенко, заместитель главы Наталья Рогачева, начальник управления образования Светлана Маяцкая, заместитель начальника управления образования Татьяна Бурковцова, заведующая методическим центром Наталья Токарева, педагоги и ветераны педагогического труда. Открылась конференция с поздравлением с началом учебного года. Позвольте мне от всей души поздравить вас с началом 2015-2016 учебного года. Пожелать вам всем мира, крепкого здоровья, творческих успехов, тепла, добра и уюта в ваших семьях, вдохновения в работе, а также умных, отзывчивых и благодарных учеников. О результатах работы в 2014-2015 учебных годах, достижениях педагогов и учеников, проблемах и перспективах образования, о бытовых проблемах, а также о нововведениях, которые в этом году ожидаются в учреждениях образования, рассказала Светлана Маяцкая. По ее словам, несмотря на все трудности, учебный год прошел успешно. Проводились инструктивно-методические семинары для учителей, Олимпиады по общеобразовательным предметам для учеников, масса мероприятий патриотического характера, где были задействованы учащиеся всех общеобразовательных заведений, оздоровление детей Красного Луча и многое другое. Педагоги определили главные задания на учебный год, повышение качества образования и обеспечение к нему равного доступа, повышение качественной подготовки педагогических кадров, социальная поддержка учителей. Акцентировали внимание на закон о системе патриотического воспитания детей. Хотелось бы, чтобы с 1 сентября начались патриотические занятия, потому что молодежь у нас упущена. Хотелось бы, чтобы молодежь была воспитанной, поэтому все возглавится на вас, поднять это все, воспитание и все остальное. Поэтому я думаю, что вместе мы все сделаем и будет все хорошо. Со сцены прозвучали слова благодарности Российской Федерации, правительству Луганской Народной Республики, главе администрации и всем тем, кто не оставил и помог в трудное время.